добрый день с вами империи пик через сегодня покажу вам как нарисовать грусть маркерами а из вас интересует тема рисования то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов и наше заочное обучение заходите обучайтесь вместе с нами намечаем с вами круг и далее находим середину листа для того чтобы провести линию ровненькую центральную чтобы выстроить ровненький круг далее мы отмеряем расстояние сверху и снизу проводим перпендикулярную линию также выравниваем по краю листа чтобы она была у нас ровненькая подправляем и убираем лишний карандаш с помощью ластика проверяйте себя несколько раз тогда линия точно будет ровненькой теперь мы отмерим расстояние снизу перенесем его на боковую часть также наверх и на правый бок таким образом мы получаем одинаковые края и сможем соединить ровный круг по этим точкам при этом также проверьте себя несколько раз чтобы не действительно были ровненькими и начинаем добавлять вот такие вот дуги аккуратненько проходя через каждую точку с края если вам нужно можете еще сделать дополнительные точки между ними как такие радиусы и проводить с еще большим количеством точек наш контур круга но мне этого не нужно я аккуратненько справлюсь четырьмя точечками главное сильно не прогибать наши дуги во внутреннюю часть поэтому так расширяем хорошо их и далее убираем все линии построения они нам больше не понадобятся такой вот круг у нас получился без помощи посторонних предметов а только лишь с помощью карандаша и теперь мы наметим с вами уже руки вот так вот немножко выходя за край создаваем такую вот колбаску и на ней мы добавим три пальчика убираем внутреннюю линию чтобы она нам не мешала и прорисуем ручку с другой стороны примерно по такому же принципу только здесь у нас проявится два пальчика и ладошка будет такой более более кругленькой также линию внутри я убираю мы с вами рисуем грусть в виде смайлика пластиком подправляем границы и займемся собственно самой эмоции добавляем ротик внизу уголки будут идти вниз и добавим эту тут парочку складочек губки и в уголках рта добавим ямочки затем верхней части лица мы добавляем глазки они нас будут такие прямоугольники немножко с круглёнными краями далее века прорисовываем немножечко заходя на глазик и сверху добавляем бровку бровку будет такой довольно массивный видео такого треугольничка имеющие толщинку и заостренная к краям прорисовываем зрачок и радужку глаза они будут такие более маленькие далее рисую второй глазик точно также веком прикрывая его в правом уголке прорисовываю радужку и зрачок глазика и добавить нужно будет бровку с правой стороны тоже я левую немножечко подрезаю чтобы она была пониже а правая тоже будет находиться ниже и по форме будет такая же как и с левой стороны только в другую сторону зеркально изображаем собственно рисунок готов начинаем обводить черным линером карандашик по контуру не терапясь а пока я вам напомню что в нашей художественной школе открылась заочное обучение теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать свое любимое дело своей профессии ссылочку на заочное обучение вы найдете в описании к этому видео и там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные семь дней ждем вас к нам на обучение зрачки глаза можно закрасить тоже линером вот такие черные пуговки у нас получились после того как обвели рисунок линером мы убираем карандашик с помощью ластика нам больше не понадобится можем приступать уже к работе цветом и я возьму для начала светло-желтый оттенок номер 34 имя полностью закрашиваю весь смайлик а не затрагивая только глазки и бровки затем я создаем тени с помощью более темного оттенка желтого буду использовать цвет номер 33 это такой немножечко более оранжевый оттенок цвета я подчеркну им нижнюю часть руки и каждый пальчик с другой стороны сделают то же самое далее я также сделаю тень и на самом смайлики сначала начиная с левой стороны так вот создавая небольшую толщину далее вывожу в нижнюю часть аккуратно завожу вот сюда вот под ручку и с правой стороны тоже сделаю чуть линию шире чем слева и доведу до конца до бровки из немножко сверху также будет тень оттенком номер 178 это светло-голубой цвет я сделаю радужку глаза будут голубые глазки у нас далее оттенком номер cg 05 это светло-светло серый цвет я сделаю тени на белках глаз под веком и немножечко выведу линии по длине глазика так вот с правой стороны особенно можно делать по толще линию и и под векам соответственно тоже будет потемнее а цветом номер 120 это черный я сделаю бровки одну и вторую тоже аккуратно проходясь сначала по контуру а потом двигаясь к центру и заполняя их далее мне остается добавить только бликов с помощью белой ручкой это будет завершающий этап нашей работы я ее беру и добавляю блики на глазки такие два блика будут сверху и снизу так взгляд будет выглядеть более живым также я добавлю блики на бровки с левой стороны здесь вот на ротик сверху на пальчики на ручку с левой стороны у нас свет получается падает таким вот образом с на левой ручке также по правой стороне я намечаю блики и навеки и вот такая грусть маркерами нас с вами получилось прислать и ваши результаты к нам в instagram мы с удовольствием их посмотрим и опубликуем у нас на странице ссылку на instagram вы найдете в описании к этому видео и на этом я прощаюсь с вами не забывайте поставить лайк начать хороший комментарий и подписаться на наш канал всем пока и до новых встреч